Говорят, люди делятся на жаворонков и на сов. Одним проще вставать рано утром, другим комфортнее начинать работать ближе к вечеру. Но специалисты все-таки рекомендуют придерживаться режима дня. Наш корреспондент Елена Бодолян побывала в семье Виногоровых, где мама жаворонок, а ребенок сова. Благодаря общему режиму дня им живется комфортно. Десятилетняя Саша из тех детей, которые успевают все. Хорошо учиться в школе, шесть раз в неделю посещать секции, гулять и читать книги перед сном. Без четкого режима дня при таком ритме жизни не обойтись. За тайм-менеджмент в семье отвечает ее мама Ирина. В силу того, что школьная пора, ребенка необходимо организовать безусловно. Для меня, как для мамы, очень важно, чтобы нагрузка эмоциональная, физическая, она сменялась отдыхом. Будний день Саши начинается в 6.30. Все как положено. Завтрак и сборы в школу. И после школы она обязательно идет гулять. Это очень важно, потому что я понимаю, что ребенок эмоционально разряжается. Он уже спокойно может продолжать дальше свой рабочий день. После прогулки домашнее задание. В 5 часов дополнительные занятия. Развивается Саша разносторонне. Ходит на плавание в музыкальную школу и к репетитору по английскому. После секции снова свободное время. И к 10 часам вечера отход ко сну. Саша Сова. Да, это наша, не могу сказать, что проблема, это наша особенность. Потому что я жаворнок, да, соответственно, вот эта вот несостыковка, вот, на которую я вынуждена обращать внимание. К сожалению, в силу того, что мы школьники, естественно, мы вынуждены в графике находиться, независимо от наших предпочтений, поспать, не поспать. Отрываемся на выходных. То есть, если есть возможность поспать, безусловно, я такую возможность ребенку даю. Чтобы удержать в голове все планы на насыщенные будни, Ирина и Саша обсуждают и фиксируют все занятия в бумажном расписании. Сегодня у тебя выходной или будний день? У тебя сегодня какие-нибудь секции, какие-нибудь занятия? Что-нибудь уже распланировано ближе к вечеру? Ну да, у меня сегодня музыка. Специальность по фортепиано. Тебе вообще музыкой нравится заниматься? Да, нравится. Быть собой в мире жаворонков непросто, но раз получилось у Саши, получится и у вас. Кстати, пользуясь случаем, Саша попросила передать привет всем своим друзьям. Максим, Сережа, привет. Хочу, если вы это посмотрите, обязательно смотрите эту программу. Лена, тоже привет тебе большой. Желаю тебе всего хорошего. Всем моим одноклассникам тоже огромный привет. Ане, также Олевтине, всем большущий привет. Тетя Наташа, тоже привет. И всем, всем, всем привет. Елена Бодолян, Михаил Кирсанов, программа «Утро». Кого же все-таки в округе больше, сов или жаворонков? Наши корреспонденты вышли на улицы города, чтобы узнать ответ. Скажите, пожалуйста, вы жаворонки или совы? Я больше, знаете, жаворонок. Я сова. Вот она, сова тоже. Еще та. Как совам живется в мире, который подчинен законам жаворонков, как ни крути? Блин, сложный вопрос. Я думаю, не отвечу на дело. Но если бы у вас была возможность, например, учебу или работу перенести на вторую половину дня, вы бы ей воспользовались и высыпались с утра или нет? Конечно бы. Я бы так сделал на самом деле. Жаворонки тоже? Да, жаворонки тоже. Мы такие же. Вы жаворонок или сова? Сова. Сова. Вам это как-то по жизни мешает или комфортно живет? Да, комфортно, нормально. Высыпаться получается? Сранно не встаете? Сранно не встаете. Сранно нет. Если работаешь в Москве и живешь в посаде, то ты по-любому с жаворонок. А вы примерно так и живете, да? Примерно так. Сова. Сова. Вам это по жизни как-то мешает? В мире жаворонков? Иногда. Каким образом? Когда-то не успевают что-то сделать, когда-то приходится торопиться, все в темпе, а так нормально. Скажите, пожалуйста, вы жаворонок или сова по жизни? Я? Не знаю. Ну, как бы. Наверное, сова, скорее всего. И как вам живется в мире жаворонков совой? Кто-то как-то не задумался. Жаворонки. Ничего себе. Каково это быть вообще жаворонком? Потому что в основном большинство все-таки совы вокруг нас. Ну, встаешь пораньше, больше дел успеваешь сделать. Здорово. Ваши близки вашему примеру следуют? Или они совы? Не, они сами по себе. Жаворонок, наверное, все-таки. Высыпаетесь, рано встаете. Как вообще живется жаворонком в этом мире? Потому что я, как сова, искренне не понимаю. Ну, все-таки, наверное, удобнее заниматься чем-то с утра, потому что ты встаешь с новыми силами и удобнее заниматься делами какими-то с утра. Дедлайны никогда не горят. Да. Вы жаворонок или сова? Я голубь. Это как? Это и жаворонок и сова. Спасибо большое. Сегодня у нас в студии врач-кардиолог районной больницы Борис Юрьевич Мочелюк. Борис Юрьевич, доброе утро. Доброе утро, Светлана. Считается, что вставать нужно рано, говорят так. Но кто-то может это делать, кто-то предпочитает медленное утро, постепенные подъемы и так далее. Вот все-таки совы и жаворонки – это медицинский факт или это больше дело привычки? Ну, однозначно, это не дело привычки, для того, чтобы мы поняли вообще, откуда берутся люди, жаворонки, люди, совы, эти хронотипы. Нам надо разобраться для начала с понятием циркадные ритмы. Ну, или биологические часы, как их чаще всего называют, они есть не только у людей, естественно, у животных, но также у бактерий, у грибков, у растений. Обусловлено это нашей биологической системой, ну, скажем так, регулярные циркадные ритмы, которые помогают нашей физиологии перестраиваться к изменениям в течение дня. Биологические часы, наши циркадные ритмы, они влияют не только на цикл бодроства, нелесна, но также они влияют на пищеварительные пищеварения, а у млекопитающих, у животных, они влияют также на артериальное давление, температуру тела и на выработку гормонов, таких как кортизол, мелатонин и так далее. Вот, поэтому, конечно же, это не сила привычки, это именно физиологически заложенные в наши механизмы адаптации в течение суток. То есть, как организм привыкает вообще проводить свой день, условно говоря? Да, совершенно верно. Вот, в зависимости от этого, ну, наверное, нет таких людей, которые бы вообще не слышали про хронотипы людей жаворонок, люди жаворонки, люди совы. Кстати, внедрил термин хронотипы наш советский, российский ученый, физиолог Алексей Ухтомский. Вот еще в 80-х годах прошлого столетия была сформирована теория хронотипов. Примерно 20% нашего населения это люди жаворонки, примерно, ну, около 30% это люди совы, и порядка 50% это хронотип люди голубя, нечто промежуточное между жаворонками и совами. Сколько вообще нужно спать? Говорят, что 8 часов достаточно, но мне, например, этого мало, я сплю по 10 часов, тогда я себя чувствую хорошо. Ну, это вопрос индивидуальный, не только и привычки. Да, действительно, каждому человеку необходимо различное количество сна, в том числе это зависит не только от пола, женщинам побольше необходимо поспать, чем мужчинам, но и от возраста, естественно. К сожалению, с возрастом идет повреждение не только локальных нейронов, гипоталамус, который отвечает за наши циркадные ритмы, но также и в целом разрушаются нейронные связи, что также негативно влияет на сон, откуда, собственно говоря, бессонница берется в более пожилом возрасте. Ну, все равно какое-то есть минимальное время сна? Да, 8 часов считается это достаточное время, которое необходимо для того, чтобы восстановить свои силы после рабочего дня. Но можно больше? Желательно. Да. Говорят, что короткий сон, он влияет на наше здоровье, в том числе провоцирует ишемические болезни сердца, инфаркты, инсульты и так далее. Вот действительно ли это так? Ну, надо сказать, что не только короткий сон, не только недосып, постоянный недосып людей, но и нарушение, или неожиданное, или достаточно часто нарушение режима труда и отдыха приводит к таким последствиям. Ну, в частности, какие-то смены, суточная работа то днём, то ночью, частые перелёты, смена часового пояса, изменение времени, перевод стрелок часов, тоже зачастую могут влиять на наше состояние здоровья. Учёные давно уже доказали о том, что поломать хронотип человека без вреда для его здоровья абсолютно невозможно. Конечно, это будут нарушения пищеварения, это будут нарушения нервной системы, возможно, развитие депрессии, нарушение общего иммунитета человека, в конце концов. Поэтому, конечно же, надо беречь себя и подбирать для себя работу с тем графиком, который наиболее подходит для вас. Ну, в частности, совы, например. Люди совы с хронотипом легче переносят ночные смены. А сколько нужно ложиться спать? Это, наверное, тоже такой вопрос. Каждый индивидуально для себя принимает то, что совы, наверное, будут ложиться совсем поздно. Но вот есть же дети, у них есть свой режим дня. Или взрослым тоже рекомендуется какое-то время подбирать всё-таки. Выработка мелатонина, опять же, в определённые часы, как говорят, производится. Ну, совершенно верно. Но опять же, возвращаемся мы к нашим биологическим часам, различным хронотипам людей. У разных людей биологические часы работают по-разному. Жаворонки встаёт рано, в первой половине дня наиболее активны. Во второй половине дня у них происходит спад, и они рано ложатся спать, соответственно. Совы, наоборот, они просыпаются за несколько часов до полудня. При этом во вторую половину дня, днём, вечером, они наиболее активны и могут ложиться далеко за полночь. Ну, воробьи где-то промежуточное звено. Они встаёт позже жаворонков, ну, и могут ложиться раньше сов. Значит, всё-таки режим дня свой какой-то, может быть, свой. Но всё равно его лучше соблюдать, чтобы, опять же, не было стресса у организма. То есть, если я привыкла, например, как сова, ложиться в 12, значит, мне всё время надо ложиться в 12. Или не так? Совершенно верно, вы абсолютно правы. К сожалению, наше общественное сознание, оно загнало сов зачастую в какую-то когорту лентяев, которые слишком поздно встают, не хотят вставать с петухами, не за весь колхоз. И, естественно, вот эта вот ломка, постоянная ломка их биологических часов ничего полезного не приносит. Если вдруг проблемы со сном, как можно легко уснуть? Пить какие-то успокаивающие чаи, медитации, может быть, слушать? Или всё-таки идти к врачу? Если идти к врачу, то к какому? Ну, тут надо разобраться, есть ли какие-то нарушения со стороны психической сферы. Или же это просто переутомление, которое требует просто достаточно выключить все раздражающие факторы. Можно на ночь почитать, полчаса, 30 минут до часа. Ну, однозначно не рекомендуется смотреть телевизоры, не рекомендуется читать какие-то новости, смотреть и так далее. Лучше спокойно лечь, расслабиться и погрузиться в сон без лишних дополнительных мыслей. Если вдруг считаете, что необходимо обратиться к специалисту, то этим занимаются как специалисты-сомнологи непосредственно, но также и врачи различных специальностей в зависимости от того, какое предполагается заболевание. Это могут быть и эндокринологи, и кардиологи, и неврологи. Так что тут, да, вполне возможно, что если не помогает просто спокойный переход ко сну, то тогда целесообразно обратиться к врачам. В общем, тогда лучше записываться сразу к терапевту, наверное, да? Ну, не сразу, но если чувствуете, что есть какие-то проблемы и сложности, тогда он уже направит к нужному специалисту. Совершенно верно, к участковому терапевту обратиться, далее он посоветует. Спасибо большое. Это подробный рассказ. Напомню, в нашей студии был Борис Юрьевич Мочелюк, врач-кардиолог районной больницы.